Как тебя звать? Че? Погоди, назови еще разок свое имя, как тебя зовут? Сорян, я пытаюсь сделать видосик, но каждый раз, когда я слышу, как он произносит свое имя, у меня начинается истерика. Знаете, что я ни в коем случае не глумлюсь над этим школьником, наоборот. Первый раз, как я увидел этот видос, я влюбился в харизму этого парня. То, как он произносит свое имя, особенно вот это, это же шедевр, который заслуживает стать мемом. Я бы с удовольствием с ним лично познакомился, и если он когда-нибудь увидит этот ролик, то знай, Кваза-Ваза, ты покорил мое сердечко. Сложно, блядь, нихуя, непонятно. Ставь лайк, Казавра, если тоже попытался произнести его имя, у тебя ничего не получилось с первого раза. Да тут, в принципе, даже с десятого раза ничего не выйдет. Лично я смог произнести его имя на раз так сотый, вот слушайте. Кваза-Ваза-Кваза... Ква... Клавш... Йович, обалденненький видосик мне порекомендовал YouTube. В общем, как я понял, африканская страна, обычный местный школьник, у которого турист берет интервью. Но перед этим он спрашивает, как его зовут, и после услышанного у него в голове появляется синий экран смерти и System Error. Турист, как я понял, сначала подумал, что это шутка. Но, как оказалось, этот малый на полном серьезе харизматично произносит свое необычное имя. Просто имя. Я боюсь даже представить, какая у него может быть фамилия и отчество. Слышь, давай по буквам. Я не могу по буквам. Давай еще разок. Кваза-Ваза, Квакуикуала, Кваза. Кх, заблаза. Иисус! Я думаю, всем известно, что в некоторых африканских странах принято называть детей длинными именами, которые что-нибудь означают или же связаны с родословной. Например, соединять имя прапрадеда, прадеда, деда и отца. И вот в данном случае, по ходу в этом ролике, мы видим, как школьник совершенно с невозмутимым лицом отвечает на вопрос туриста «Как тебя зовут?». При этом в его имени не то, что непонятные буквы. Там еще и звуки типа Кх. Аквакуикала, Кваза. Кх. Вы, наверное, не расслышали, да? Тогда давайте еще разок, но только... Слушай внимательно, братец. Аквакуикала, Кваза. Кх. Заблаза. Что больше всего доставляет, так это то, что видос идет почти 2 минуты. И все эти 120 секунд оператор офигевает от произношения, просит повторить еще раз, и школьник повторяет, даже не посылая его. Как будто он привык, что вот каждый день это происходит. Но знаете, для меня сейчас загадка. Вот, например, как поздравить этого парня с днем рождения? Это же целый квест. Хер споешь песню «Happy Birthday» с его именем. Допустим, можно легко вставить любое имя. Happy Birthday Dear Игорь, например. Но, а как его? Тут не то, что ритм можно потерять. Тут пока выговоришь его имя, уже и забудешь, а что ты вообще делаешь на этом празднике, и кто все эти люди? Happy Birthday. А если он певцом станет? Ну, или диджеем. Перед разрывом в клубах, диджей в треке всегда произносит свое имя. Типа, диджей и сусе футболка. И пошел взрыв там, да? Все начинают танцевать, прыгать, веселиться. А вот если он начнет произносить так же, что будет тогда? Все ж позасыпают к херам. Вашему вниманию, диджей? Но, этот видосик был бы не таким крутым, если бы не финал. Нет, там нет взрывов или стрельбы, как в голливудских блокбастерах. Школьник не распсиховался и не давал лещей оператору. Просто в конце появляется, как я понял, то ли друг, то ли брат нашего главного героя с длинным именем. И с возмущением, типа, да как это так, мужик? Ты что, не можешь запомнить имя малого? Произносит его без запиночки, как скороговорку. Подтверждая, что никто с туриста с камерой не смеется. И школьника реально зовут Кваза Маза Кваха Шаха. Пока выговаривал, на улице дождь пошел. Так, а что вы тут делаете? Он просит назвать имя. Реал, как его зовут? Но, вы думаете, я такой ленивый и остановился на этом? Нет. Я нашел еще одного человека, видимо, они живут в одной стране, которого тоже зовут очень интересненько. Правда, он уже взрослый. Каждый раз, когда оператор спрашивал, как его зовут, на лице местного жителя виднелось недоумение. Типа, мэн, ну ты что, тупой? Как ты не можешь запомнить мое имя? Это же вообще изи. Послушайте сами. Как тебя звать? Да что вообще происходит? Я ничего не понимаю. Так, 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 погодите. Я тут еще первое имя не запомнил, а тут уже второе. Давайте еще раз. Я не понял. Я просто кайфую от того, как они взрывают мозг операторам. Да, кто-то может сказать, что это чистой воды троллинг, но я скажу, что нет, это правда. Этот чувэ благодаря этому ролику стал популярным в сети, к нему даже местные блогеры катались, лишь бы услышать, как он произносит «у фэ мэ фэ шэ фэ хэ хэ». При том, что слышать это недостаточно, чтобы разобраться. Если в первом случае есть буквы и даже «кхэ», то тут хер пойми, что он говорит. Складывается ощущение, что он просто воздух выпускает сквозь губы. Вот знаете, когда сильный ветер завывает, и ты сидишь в своей квартирке и слышишь отдаленный вой на улице. Вот получается примерно то же самое. Ты серьезно? Вот такие имена есть, и в какой-то мере я даже восхищаюсь ими. Особенно первым школьникам, который терпеливо произносил несколько раз «квоза-воза-воза» и харизматично дел «кхэ». Если вам понравился этот видосик, то можете влепить лайкозавра и... Ну ладненько, так уж и быть, подписывайтесь на канал. Чтобы быстрее был ляма, я наконец поставил штатив и включил камеру. Всем до завтра и «квоза-воза-квак». Да, кер с ним. Субтитры создавал DimaTorzok